здравствуйте эта программа бункер с и с вами ее ведущей илья табуев всем здрасте я светлана столичная и наш сегодняшний гость и сергей ларионов руководитель движения самарский квн добрый день мы продолжаем обсуждать новости и начнем с любимый с любимого города нашей области сызрани кстати говоря там сызрани байкер проехался в маршрут подожди подожди сразу сызрани и байкер меня пугает и словосочетание это нормально я думаю сызрани байкер и мотоциклист сызрани едет наверно мотоциклисты все-таки с люлькой но это был без люльки подожди подожди если мотоциклист байкер там он он один всего байкер сызрани это михалыч тогда можно пить просто чит сызрани михалыч проехал маршрутки вместе со своим мотоцикл по всей видимости из-за погодных условий байкер не рискнул продолжить свой путь на собственном транспорте слушай подожди вот у байкеров есть такая поверье как бы что когда они тысячи километров проезжают на своем байке им выдают такой железный перстень как бы за то что тысяч километров в одном седле он там железное седло ну получается как бы это какой-то полубайкер 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 потому что дождик и он сразу так решил я дальше на маршрутке как ты закапризничал кстати говоря вот между прочим помочь ему решил водитель маршрутки у которого скорее которого как-то тоже наверно интересно зовут у него тоже есть персень когда после каждой поездки он заглядывает салон находит перстень сережки золотые в общем-то да когда микроавтобус прибыл на конечную остановку единственному пассажиру понадобилась помощь чтобы покинуть общественный транспорт вытаскивать мотоцикл пришлось через задние двери взымал слепла за проезд если да то в каком размере остается неизвестно у меня сразу пугает может быть как это получилось что может быть он просто заманил оставил байкер на дороге просто свой байк вернее привязал веревку в кустах сидел ждал газель ехала газель увидел также как и перстень думаю сейчас я все а ты да начал его затаскивать себе газели а там уже байкер там там уже извините но здесь тогда без денег есть есть человек денег тогда мы не возьмем я думаю что пассажирская газель и транспортная компания в сызерне это одна и та же фирма до перевозка байков людей все что угодно капуста и животных для можно до следующую новость ребят вот обратите внимание сразу на первое слово доверчивому жителю коми из самарской области все доверчивому жителю коми самарской области прислали кусок дерева вместо iphone 6 поле 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 чудес мошенники самара отправили покупку покупателю кусок дсп вместо iphone 6 ребята на прошлой неделе вышел iphone 7 уже а у доверчивый житель коми самарской области тебе журналы не приходит он последний в новости просто узнает вместе с голубями поэтому понимаешь как бы появился голуби добрые вестники почты россии летят голуби ждите новость все понимаете он узнал об айфоне 6 у него у наших друзей с самарой заказал смартфон от яблочного бренда через известный портал авито между срок читай почта россии юноша перечислил продавцу более двадцати тысяч рублей в качестве предоплаты слушай а зачем если у него есть 20 тысяч рублей иди в магазин и купи iphone 6 он же нет 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 читаем первую фразу доверчивый живой 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 коми до него же самарской области но он житель сэктыкар вот в сэктыкаре живет ему прислали из самарской области этот айфон а это наши дельцы это наш айфон 6 конечно наш айфон самарский айфон 6 дерево понимаешь он перечислил 20 тысяч в качестве предоплаты однако получил вместо мобильного устройства кусок дсп по факту случившегося проводится проверка решается вопрос о возбуждении уголовного делать вроде бы да а с другой стороны как там но вроде знаешь но ты же доверчивый ты житель житель коми какое уголовное дело давай еще двадцатку отправь до конца чтобы сделка состоялась и вот тогда мы уже с тобой поговорим под самарой нашли таки гриб-гигант весом почти 10 килограммов это поясняю чтобы так сказать избавите нас от ваших да я вижу в глазах важно шутки зарождается это гриб-дождевик они уже подумали обычно вокруг гриба гриба дождевика возят хороводы разговаривают грибом люди в цветных одеждах и дон хуан читает лекции до 10 килограмм до так вот он поясняет автор новости относится к семейству шампиньоновых ну гриб-дождевик да он относится он относится у них отношение мимолетные как наш как шурин с тестем вот примерно даже не знаю вот и я тут понимаешь здесь такие же тем не менее длина окружности гриба 130 см смельчак который взял в лес рулетку значит направлено шел искать и видимо ему кто-то шепнул об этом что там есть гриб-дождевик и с ним можно переговорить на какие-то вопросы можно общаться на любой темы пошел разлить вылить душу этому грибу я понимаю да этих людей которые берут ножик плеер и идут в лес просто это было так и потом возвращаются седыми старыми с детьми мужчина обнаруживший жареную крысу в заказе киевси что сам ее принес это наверное работник макдональдса может быть или сабвея какого-то поняли или знаешь этот человек работал в киевси что-то произошло и отомститель решил понимаешь значит он приходит заказывает стрипсы а там крыс я слушаю самое главное что это жители москвы не самара это не подумайте по словам мужчины он сам пожарил крысу дома а затем подбросил в куриные стрипсы купленной заведению метро теплый стаж слушай меня пугает что он вам смотри же технологиям получается он крысу поймал поймал заманил как-то да да пожарил причем максимально похоже на стрипс видимо понимаешь чтобы он знал что такое стрипсы до этого был там слушай меня терзает получается если он уже знал как выглядят стрипсы и пожарил крысу в форме стрипсов вас никаких связей тут нет он явно не работник не нет он явно бывший работник он просто просто хотел цель преследовал определенную потому что примерно год назад точно также поступил один американец его сразу стали звать на телеканал и брать интервью и главное никто не требовал подтверждения я подумал чем я хуже пояснил он мотив своего человеку не хватило просто захотелось телевизионной славы мне кажется он глупый безбашенный просто в этом плане сша вручили шенобелевские премии они присуждаются за нестандартные идеи если кто-нибудь забыл и сомнительные научные достижения все самарчане знают об этом церемония прошла в гарвардском университете премию в области биологии поделили два британца отлично ребята кстати внимание собрались чарль фостер преподаватель октфордского университета описал в книге свои попытки вжиться в образы барсука включая выкапывание норы и поедание дождевых червей а также яка лисицы птицы и других животных с целью увидеть мир их глазами в самарской области весом 10 килограмм я думаю что этот человек нашел этот гриб да и потом стал в образ в образе барсука сразу вживаться я думаю что этот же человек принес крысу кейси понимаете у нас все на сегодняшние новости вокруг этого самого человека оказывается зовут чарльз возможно кстати он заказывал шестой айфон это доверчивый житель кури как барсуков нашел за коми когда заказывал в легкой коми ну да что приятно что этого гриба так хватило и на второго его соотечественника потому что томас твейкс был отмечен за создание протезов помогающих имитировать походку горных козлов друзья я думаю что если в любой пятничный вечер в любом неблагополучном районе города любого нашей страны можно увидеть людей имитирующий походку горных козлов и без протезов а кстати что он создавал протезы а в соседнем подъезде еще их и создаем на самом деле как бы вот я сейчас в этой ситуации город за россиян мы вот такую фигню не придумываем вообще зачем представляете не пользуются британцы британцы вот эти вот чопорные англичане как бы один порой дару в костюме там барсука и я когда а другой протез изготавливать имитирующий походку горным еще заняться больше нечего наконец-то корова сбила вертолет представляете корова сбила вертолет и внимание где в австралии если все время всему миру угрожали тополем м или ракета земля в воздух что у нас есть ракета земля воздух то теперь мы угрожаем если что у нас есть корова мы коровами теперь в австралии в нашу же сделали ракету земля корова понимание сергей считает чуть наши коровы так самое интересное дальше слушайтесь в необычную авиакатастрофу получается так обычный обед когда вертолета часто разговаривать а тут необычные в данном случае облет едва не закончится гибель у человека вертолет случайно зацепился полозьями за рога одной из коров ребята вот эта поговорка до оставить рога получается это корова было коров коров это был бык может быть с большими рогами австралийскими рогами так получается что же там происходит то в корове стаде вообще разобрать шатание это получается они увеличивают поголовье скота серьезно причем я бы сказал они работают над этим почему вы думаете килограмм австралийской говядины стоит три с половиной тысячи рублей за килограмм допустим их вертолет я кстати все время думал что мраморная говядина там внутри мрамор практически там есть легкие сплавы какие-то наверное от вертолета может быть теперь появится пилот потерял управление но это естественно конечно когда корова тебя задевает рогами как бы не каждый день потерял управление над собой самообладание потерял вертолет вертолет рухнул на землю и загорелся к счастью фермер успел выскочить и пыхнувший машина сел на корову и был таков есть дальше выражение компьютеры рулит миром да здесь коровы рулит вертолетом австралии даже это была программа бункер с и с вами были ее ведущие илья тобоев до скорых встреч я светлана столичная и наш гость и сергей ларионов руководитель движения самарский квн пока мы откроем все двери стоп вы случайно не пьяный водитель приоры вечно да да это я ну добрый вечер и